здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос причем с пометкой отцу владиславу береговому можно ли причащаться если уже имеешь не заживающие кровоточивые раны в принципе любой батюшка мог бы ответить ну раз спросили меня то внемлите можно надо как-то раскрыть да господь во-первых не наругал женщину которая приходила прикоснуться к нему к его одежде дабы исцелиться наоборот даже похвалил от дерзновения а во вторых и есть простые к церковные правила как согласно которым можно причащаться тем у кого постоянные кровотечения которых какие-то особые болезни потому что это не является препятствием причастием поскольку в такие дни лишь если это болезнь женщина не является ритуально нечистой ну просто такая история сейчас чай не средневековье кроме самого болящего никто об этом больше не знает это раньше в общем-то особо то не скрыть сейчас все проще и легче конечно из этого следует следующий вопрос так а почему тогда вообще в критические дни нельзя причащаться ну тут все-таки есть два как минимум канонических правила которые запрещают причастие в эти дни если кто-то начнет намекать на то что они не сильно актуальны то столкнется с огромным противодействием и которая приведет чуть ли не к расколу церкви поэтому уж девочки дорогие смиряйтесь в эти дни просто стойте просто молитесь пейте с эту водичку ешьте просворочки приказ прикладывайтесь к чему хотите на клиросе пойте к кресты целуйте с причастием никак но у кого есть такая постоянная болезнь может быть на ближайшие месяцы постоянная надеюсь всех вылечит тому причащаться можно даже не обязательно там батюшки об этом говорить если хотите можно это не запрещено конечно но по факту если ты сейчас лечишься и по-другому никак то пожалуйста сомнений быть не должно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео